В 60-е работам дизайнера Сида Мида не было аналогов. По сути, он заново изобретал формы и функции вещей. Это именно то умение, которое требовалось создателям научной фантастики, и что самое удивительное, пригождается им до сих пор. И не только в кино, но и в реальности. Привет, с вами Александр Рыбаков, текст написал Николай Кубрак, а смонтировал ролик Игорь Максимов. И сегодня мы расскажем о творчестве Сида Мида, дизайнера, который создавал концепты для Бегущего по Лезвию, Дрона, Чужих, Элизиума и Стартрека. А также повлиял на кучу режиссеров, авторов книг и, возможно, вдохновил те устройства, которыми мы пользуемся сейчас. Первая работа Мида в кино — это корабль Виджер в полнометражном Стартреке. В сценарии «Разумный корабль» описывался всего лишь одной фразой — они смотрели на то, чего еще никогда не видели. Миду хватило даже такой расплывчатой формулировки, чтобы придумать конструкцию смеси футуристичных механизмов и органики. Причем работа велась в такой спешке, что один из эскизов пришлось рисовать на салфетке в баре, на нем даже было размытие от капли пива, которое осталось и в финальном концепте. Как раз подобного креатива и требовал зарождавшийся в то время жанр киберпанка. На этапе поиска референсов городских пространств для «Бегущего по лезвию» Ридли Скотту попался артбук Сида Мида. Заинтересовавшись его личностью, режиссер выяснил, что Мид специализируется на транспорте, а именно транспорт был на тот момент одним из главных провелов фильма. Таким образом, дизайнер получил работу на проекте, который впоследствии сделал его имя культовым. Мид, конечно, занимался не только транспортом, ведь он был полноценным соавтором мира. Принцип под названием «рисовать автомобили в живом контексте» сохранился. Художник постоянно добавлял на фон новые детали. И поэтому Ридли Скотт все чаще отмечал в концептах не только транспорт, но и фон. Так Мид создал дизайн квартиры Рика Деккарда, величественных городских высоток и даже машины Войда Камфа. Недавно у нас выходила статья, где мы подробно разбирали, что означают технические номинации на Оскар, и художница по костюмам Анна Баштовая рассказала, как Майкл Каплан создал стиль одежды персонажей «Бегущего по лезвию» на основе моды 40-х годов. К тому же принципу следовали многие члены команды проекта. Сид Мид при создании транспорта ориентировался на модели американских автомобилей 50-х и 60-х, а также на аутентичные ретроавтомобили с Кубы. Он называл этот метод промышленным дизайном в обратном порядке. Оригинальный футуристичный концепт смешивался с его ретро-аналогами. Кстати, ссылка на статью есть в описании. И вообще у нас в паблике или в телеграм-канале уже много разных текстов о геймдеве и кино. Я придумал термин ретро-код. Он лучше всего объясняет то, что мы делаем. Мы брали существующую технику, вне зависимости от того, были это интерьеры, машины или что угодно еще, и добавляли в нее щепотку ретро, чтобы она лучше работала и адаптировалась к миру фильма. Так мы устанавливали преемственность. Технологии «Бегущего по лезвию» стали классикой и не устарели до сих пор. Потому что создатели фильма никогда не нарушали технологические правила. И автомобили, и механизмы, спроектированные мидом, выглядят как настоящие вещи, которыми можно пользоваться в реальном мире. Например, спиннер. Автомобиль намеренно создавался компактным, потому что существовал в условиях тесного мегаполиса. В городе не очень удобно пользоваться крыльями или пропеллером, поэтому мид создал систему с вертикальным взлетом на основе аэротяги и разместил ее ближе к задним колесам. Именно там, где находится центр тяжести. Даже прозрачный пол был не просто красивой деталью, а имел практичную цель, благодаря ему водитель мог ориентироваться на местности, если отказывали навигационные приборы. В городских пространствах тоже смешивалась архитектура прошлого и футуристичные фантазии, но с акцентом на реализм. В архитектуре «Бегущего» древние монументальные строения, пирамиды или башни, сочетались с американским модерном и азиатским неоном. Мид признавался, что смешивал византийский стиль с архитектурой майя и эпохи постмодерна, добавив при этом немного египетского Мемфиса. Полученный стиль он в шутку называл ретро-деко. За счет этого стиля дизайнеру удалось одновременно отразить и смешивание культур, это как один из важнейших элементов фильма, а также причудливую целостность города будущего. Для города 2019 года, который не так уж далек от сегодняшнего дня, я использовал модель западных городов таких как Нью-Йорк или Чикаго, которые были отстроены после изобретения общественного транспорта и автомобилей. Я ориентировался на высоту зданий в 2500 футов, но решил увеличить ее до 3000 футов, а затем представил, что у города есть верхний слой и нижний. Уровень улицы в таком случае становится подвалом, и порядочные люди просто не хотят туда заходить. Работа Миды над Бегуфим дала старт визуальному стилю целого направления фантастики. В дальнейшем он совершенствовал свои же концепты и добавлял новые детали для других популярных фильмов в эстетике киберпанка. Джонни Мнемоника, Элизиума. И оригинального трона. Мид приложил руку и к сиквелу Бегущего по лезвию. Фундаментом для создания мира послужили его концепты к первому фильму, часть идей из которых перетекла в 2049. Например, в здании Уоллеса, которое больше походит на храм. Его аналогом стала пирамида корпорации Тайреллы из первого фильма. При ее создании Сид вдохновлялся сооружениями майя и храмовым комплексом Ангкор-Вад. То есть религиозными сооружениями, где особенно важны монументальность и свет. Режиссер Дени Вильнев поручил Миду конкретное задание. Продумать антураж постапокалиптического Лас-Вегаса. В качестве главных референсов режиссер прислал фотографии Дубая. Его задачей было показать реалистичный заброшенный Лас-Вегас, который при этом сочетался бы с эстетикой оригинального Бегущего по лезвию. Мид старался найти баланс между экзотичностью и заброшенностью города. Так, например, в фильме появились состаренные достопримечательности. Отель Казино Люксор и развлекательный комплекс метро Голденмайер Грант. Даже в оранжевой пустыне дизайнер смог напомнить о стилистике первого фильма, ведь среди заброшенных зданий угадывается знакомая по оригиналу пирамида. Но как он пришел к таким методам работы? Чтобы в этом разобраться, мы копнем в его прошлое. Сид Мид утверждал, что воображение – это, по сути, память. Мозг фиксирует важные впечатления из личного опыта, которые позже сливаются воедино и вырастают в нечто новое. Все революционные идеи Мида – это не что иное, как выражение его жизненного опыта. А он был богат на яркие впечатления. Сид был художником-самоучкой, и с четырех лет он обожал рисовать лошадей и автомобили, которые позже станут лейтмотивом всей его карьеры. В тот же арт-колледж он поступил уже с большим опытом рисования и базовыми знаниями. В колледже ему нравились Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Караваджо, Рубенс, Эль Греко, Уиллард Мэткалф и Джорджо де Кирико. Влияние последнего явно сказывалось на цветовой палитре Мида. Еще сильнее в памяти Мида отпечатались события реального, а не художественного мира. Перед уходом в армию он уже был экспертом в рисовании, и поэтому смотрел на все через призму дизайна. Он с детства увлекался авиатехникой, дирижаблями и ракетами, а теперь он смог увидеть аналогичную технику воочию. Главным же впечатлением во время службы стала культура Окинавы, японского города, где МИД в течение двух лет служил в инженерном корпусе американской армии. Окинава смешала в себе японскую и китайскую архитектуру, что создает необычные формы. Эти воспоминания вместе с впечатлениями от поездки в Гонконг заложили основу для азиатской эстетики мира, бегущего по лезвию. Настоящей же карьерной катапультой для Мида стала работа в отделе перспективных разработок Форд. Специалисты из корпорации оценили талант молодого дизайнера и предложили ему работать еще до того, как он сможет окончить колледж искусств Лос-Анджелеса. И он оправдал их ожидания. Концепт-арты и творческие идеи Сида были революционными для культуры 60-х. Например, именно он первым придумал рисовать транспортные средства не на каком-то нейтральном фоне, а в контексте и с определенным сюжетом. Вокруг автомобиля всегда находился живой мир. И это отлично работало на аудиторию. Прорывные идеи в дизайне автомобилей быстро сделали его популярным в отрасли и позволили ему создать собственную компанию Seed Meat Incorporation. Но он постоянно пробовал новое. Много лет он консультировал Филлипс, иногда предлагая совсем футуристичные идеи вроде трехмерных технологий вместо экранов или причудливых пропорций телевизоров, которые вызывали недоумение у тех дизайнеров, которые работали только над дизайном телевизоров. Но именно такой разброс интересов и творческая смелость и помогали ему создавать не просто дизайн, а по сути целую эстетическую среду киношных миров. Позже исполнилась и детская мечта МИДа – самолеты. Он поучаствовал в разработке знаменитого Boeing 747. Интересно, что при разработке деталей самолетов, яхт и лайнеров, Seed подходил к ним как к архитектуре, особенно в проработке интерьеров. Он первым предложил, как тогда казалось странную идею, разместить в самолетах и кораблях лифт. Теперь это неотъемлемая часть многих крупных судов, а также всяких кораблей злодейских корпораций. Сотрудничая с такими крупными компаниями как Philips, Intercontinental Huttles, United States Steel, Sony, Chrysler, а также Грэджем и Смит, Seed Smith сделал себе имя. И такая востребованность помогла ему попасть в мир кино, при этом быстро стать там одним из лучших. А все потому, что он разбирался в корпоративном и промышленном дизайне. Именно поэтому вся придуманная им техника выглядит правдоподобно, ведь он всегда учитывал контекст, в котором она будет существовать. С детства и до самой смерти Мид рисовал будущее по старинке. Он до последнего называл кисть, краски и картон своими главными инструментами. Как и его любимая Декирика, Мид стремился к максимальной простоте цветовой палитры. Он всегда старался оставаться в пределах 12 любимых цветов. Это и сделало его технику уникальной и узнаваемой. На протяжении всей карьеры Мид всегда находил время для самых разных областей дизайна. Он никогда не разделял работу на конкретные периоды. Сегодня он мог разрабатывать транспорт для киберпанк-боевика, а через неделю придумывал дизайн парка развлечений или самолета. Именно такой подход помог сохранять ясность взгляда и постоянно получать новые знания, которые позже применялись в проектах. Дизайн для реального мира на самом деле проще, чем дизайн для кино. В реальном мире производители имеют возможность продавать конечный результат дизайна, прежде чем публика действительно его купит. А в мире кино я разрабатываю предметы, чтобы проиллюстрировать историю. У аудитории может быть всего несколько секунд, чтобы распознать дизайн, оценить, что он значит для сюжета и поверить, что дизайн — это часть истории. Если, конечно, мне не удастся создать что-то такое, что мгновенно узнаваемо. Мид довольно часто повторял тезис о том, что любая технология будущего вырастает из аналогичных технологий прошлого. Этот принцип и стал основой для его дизайна. Ровно как и в «Бегущем по лезвию» во всех фильмах и артах, дизайнер соединил привычную нам среду с футуристичными элементами. Мид хорошо подкован во многих прикладных науках, поэтому прорабатывал каждый концепт и на техническом уровне. Именно поэтому все его транспортные средства и технологии кажутся реалистичными. Дизайн — это рациональный процесс. Если идея хороша, она в конечном итоге станет реальностью. Будущее — это результат накопления прошлого и настоящего. Когда Сид придумывал любую деталь для мира будущего, он первым делом думал о рациональности. Необходима ли она, как с ней можно взаимодействовать, а также есть ли у нее современный аналог. Например, работая над Стартреком, Мид понял, что предложенная режиссером конструкция корабля не может существовать в реальности. Корабль бы просто рухнул из-за неправильного расположения центра тяжести. Но рациональность необходима не всегда, поскольку режиссерский взгляд зачастую важнее. Мид не стремился навязывать свой авторский стиль и вместо этого каждый раз адаптировался под новый проект. И даже отказывался от собственных принципов, если понимал, что нереалистичность работает на сюжет и остается просто условностью жанра. Художник считал, что это его задача — не рисовать космические корабли, а создавать реальность. Это угадывается в любом его арте, но не всегда заметно в кино. При работе над фильмами Мид ощущал себя лишь небольшой частью команды и выполнял конкретные функции. Сформировать общую визуальную концепцию ему доверили только лишь один раз — на съемках «Космическая Одиссея-2010», и Мид называет этот опыт самым приятным за всю его карьеру в кино. Сид Мид был не просто визионером и мечтателем, ведь в чем-то ему даже удалось определить будущее. В его ранних работах уже можно было найти аналоги современных смартфонов и компьютеров, а часть технологий и транспортных средств, нарисованных для фильмов, уже воплотились в реальность. И это неудивительно. Мид подходил к созданию концепта любой технологии дотошно, прям как ученый. Мои идеи — это причудливые догадки, результат объединения нескольких уровней осознания и предположения. Будущее никогда не ясно, так как каждый момент включает в себя множество событий, происходящих по всему миру одновременно. Тем не менее, можно заметить общие тенденции, но с оговоркой, что какое-либо общемировое явление может в любой момент за сутки изменить ход истории. Дизайн и вид всегда основаны на чем-то прикладном, даже в самых радикальных случаях, как, например, с экспериментальным троном, значительная часть которого была сгенерирована на компьютере. У авторов фильма было множество проблем. От ограничения в технологиях и необходимости копировать коды вручную, до сложности в создании анимации и нереалистичного мира. Ожил графический мир лишь после того, как проектом заняли Сид Мид и другой известный художник, Жан Жиро, известный под псевдонимом Мербиус. Мид создал знаменитые мотоциклы из фильма и часть фонов. Это была первая встреча Сида с компьютерной графикой, которая значительно повлияла на его стиль и подход к следующим фильмам. Он все также рисовал красками на картоне, но теперь участвовал в проработке анимации, а также сам иногда использовал графику при создании артов. Дело в том, что Трон открыл для Мида новые возможности. В отличие от стандартных для него проектов, в мире фильма не действовали физические законы и какие-либо привычные правила. Как выразился сам Мид, все будто бы происходило внутри катодной трубки. Но даже туда Мид внедрил элементы реального мира. Например, знаменитые мотоциклы были вдохновлены логотипом, который художник ранее разрабатывал для одной химической компании. Робот Джонни 5 из культового короткого замыкания – это точнейшее из предсказаний Мида. Современные роботы будто бы взяты по его концепту. А в чужих перед Мидом стояла совершенно непростая задача – заменить покинувшего проект легендарного Ханса Руди Гигера. Джеймс Кэмерон специально выбрал в качестве концепт художника Мида, потому что был его давним поклонником и хотел уйти в сторону от мрачной сюрреалистичной эстетики оригинала. Сид помог сделать мир вселенной Чужого более функциональным, использовав наработки Космической Одиссеи 2010. Например, созданный им корабль Сулака выглядит как реалистичное гигантское транспортное средство. В кульминационной сцене тоже применили техническое решение Мида. Да, речь идет про тот самый робот-погрузчик, которым ловко управляется Рипли. Большинство идей по созданию реалистичного будущего отразилось в одной из последних работ Мида – Элизиуме. В основе лежит концепция, которую он придумал ранее для проекта National Geographic, посвященного космическим путешествиям. С помощью приема обратной перспективы Мид изобразил орбитальную станцию из фильма в виде тороида, часть которого уходит за горизонт. При создании Элизиума Сид Мид смешал архитектуру древнего Китая и барокко. И, кстати, сам дизайнер в шутку назвал этот стиль сверхзвуковым барокко. По фильмографии Мида можно подумать, что он смотрел на будущее пессимистично, но взглянув на любую страницу из его артбуков понятно, что все совсем наоборот. Да, мир бегущего по лезвию мрачный, но это не идея Мида, а его попытка отразить творчество Филиппа Кей Дика. Сам же дизайнер надеялся на функциональное и выгодное для всех будущее, и всегда стремился его изобразить именно такими. Его главная идея в том, что новые технологии не бывают плохими или хорошими, они просто существуют, а как с ними обращаться, решать общество. Дизайнер искренне верил, что новые открытия пойдут во благо. В декабре нового десятилетия Сид Мид умер. Его партнер рассказал, какими были последние слова художника. «Я закончил, они собираются забрать меня назад». Какие они имеются в виду, мы никогда не узнаем, но насчет первой части все кристально ясно. За 86 лет Мид создал гигантское количество революционных проектов. Еще важнее, чем конкретные фильмы и концепты, это его влияние на культуру и то наследие, которое он оставил художником следующих поколений. Одним из первых на смерть Сида Мида отреагировал Илон Маск. Бизнесмен никогда не скрывал, что при разработке своих футуристичных проектов вдохновлялся в том числе и творениями художника. Например, дизайн Теслы и Сайбертрак опирался на концепты Мида к бегущему по лезвию. Да, Мида знали и ценили во всем мире. На одном из самых первых CD, выпущенных в Японии, была цифровая галерея из 50 артов Мида, собранная и записанная на носитель в 1993 году. Ранние работы Мида оказывали влияние на мировую культуру даже без его участия. Например, в 60-х он разрабатывал механическое транспортное средство, которым в дальнейшем явно вдохновлялся Джордж Лукас при создании шагоходов из «Звездных войн». Идеи Сида Мида проникли даже в мир музыки. Образ дуэта Дафф Панк вдохновлен классическими рисунками дизайнера с похожими шлемами. Правда, самому Миду их вариант шлемов не понравился, он назвал их банальными и не слишком функциональными. А воплощение многих идей, которые Мид создал на своих рисунках, он успел увидеть вживую, от смартфонов и персональных компьютеров до сверхбыстрых авто и роботов. И кто знает, сколько еще визуальных прогнозов Сида Мида воплотится в будущем. К примеру, художник мечтал о том, что когда-нибудь человечество полностью подчинит гравитацию и фантазировал о странном транспортном средстве униподе, которое одновременно служит одеждой. Пока что это фантастика, да. Но Мид часто доказывал, что грань между фантазией и реальностью может быть очень тонкой. Я планирую умереть с кистью или ручкой в руке. Мои дальнейшие планы состоят в том, чтобы продолжать получать удовольствие от того, кем я являюсь, осознавать огромный разрыв между рациональностью и фанатизмом, обеспечивать собственную финансовую независимость и продолжать наслаждаться компанией молодых людей. Они для меня как эликсир молодости. А самая лучшая мотивация к новым роликам – это ваша поддержка лайками, подписками и вот этим всем. А мы вас продолжим осыпать роликами. Кстати, в нашем паблике или телеграм-канале каждый день выходят посты о геймдеве и кино. Но и раз уж речь пошла о концепте, мы запускаем курс по концепт-арту, который будет вести художник Иван Растригин. Он научит рассказывать истории визуальным языком, ловить и зарисовывать идеи быстро, качественно и в большом количестве. Все подробности по ссылке в описании. А с вами была команда XYZ, Александр Рыбаков, Алексей Луцай, Николай Кубрак и Игорь Максимов. До следующего ролика. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok